Всем доброе утро! Наш завтрак начинается с яйской вот так вот. Это у яйски. Каша, масло, курага. Это мой сыр, который мы привезли. И кофе. И вот такая классная погода. Уже 20 градусов. Сейчас 9 часов утра. Яра сегодня подорвалась. Что-то ему сегодня во сне приснилось. Он начал там тарахтеть, болтать. У нас сейчас такой тоже есть прикол. Болтает с утра. То есть с ночи. Во сне. Вот так вот. Так что солнышко. Думаю, будет погода хорошая. У нас впереди проект. Волосы у меня надо стричь. У нас впереди сейчас массаж. ЛФК. Мы вчера ходили уже 3 дня. Пока мы были без ЛФК. Мама приходила у себя. Ещё, конечно, надо много чего разобрать. Надо разобрать вот этот весь угол. Перебрать. Убрать. Разобрать вот здесь вот всё. Все его игрушки. Эта лестница тоже. Хочу в проекте вот эту лестницу тоже кому-то отдать, подарить. Потому что уже она маленькая. Она бессмысленная, Ярослава. В принципе, когда мы приобрели, она была ему ещё хорошо. Но он ещё не мог её пользоваться. А сейчас она ему уже не актуальна. И нам надо, конечно, уже садиться за уроки. Вот наш уголок. А это вот ещё раз покажу. Здесь, конечно, у нас такое уже ого-го-го. Всё навалено-завалено. Надо просто избавляться. Избавляться от ненужного. То, что Ярослав реально уже не играет. Но у нас она складируется. Жалко вроде игрушки. Он уже перерос их по возрасту. И надо что-то другое. Нам надо заниматься, конечно, более глобальными уже проблемами. Вот уже стенку, видите, нарисовала. Всё изрисовалось. Вот так вот и меняем мы обои. Куда теперь тебя опять несёт жизнь? Яра сейчас подсела на мультик. Три кота. Ты ему нравится? Три кота? Да, нравится. Что, когда? Москва? Посмотрим. Не знаю, уже в Москву собрался. Всё, мы уселись заниматься. Я не вылезу, ты вылезешь. Это яйские витамины. Это мои. Мике уже отдали. Нойц почистили. Сейчас будем массажироваться. Яра уже у меня вот в этой позиции. Яра уже вот в этой позиции. Сейчас я помассажирую. Хочу всё-таки опять начать массаж лица. Но потому что всё-таки мы там занимались. Здесь нет. Массаж рук. И потом ЛФК пока он просто поел. А завтрашнего дня, наверное, я всё-таки ЛФК переведу на более ранний период. То есть сначала ЛФК, а потом будем массаж делать. Вот так вот где-то, наверное. На улицу этот. На улицу ходить. На улицу ходить. Сейчас потренируемся и пойдём ходить. Базу сделаем и пойдём. Чё-то Яра прическует. Стричь, стричь надо. Папа сегодня на работе. Ярик, а надо уже стричь. Ну давай, давай, переворачивайся. Пусть рей, Яр, на живот. Яр, на живот. Пробовали в четырёх тудорах переворота делать. Знаете, какой жесть. Жесть какая. Давай, поехали. Переворачивайся. Устал уже. Практически сейчас комплекс уже сделали. Песенки слушаю. Давай, ну. Остались только палкой нам сейчас. Себя показывать не буду. Ну, ладно, покажу. Уже завязала, потому что жарко невозможно. И я вся мокрая. Душно немножко. Но вот сейчас мы как бы заканчиваем комплекс. А нам ещё потом, мне ещё надо обед сделать. Покушать нам. И потом пойти походить. Если честно, так писать, вот немножко раздражает вот эти комментарии, когда девочки начинают. Ой, это упражнение, там можно травмировать. Ой, можно. Сейчас, у меня в Инстаграме там некоторые пишут. Что, ой, а как это? А что это? А что в этом упражнении? Типа, там же колени, стопы, да? Ну, Господи, ребят, но человек с медицинским образованием и с дипломом реабилитолога. Не говоря уже о которой закончил институт. И был тренер сколько лет. Сам. Я так думаю, человек знает, что делает, как тренировать. Причём, что рассуждают мамочки, которые не имеют, в принципе, никакого физического, физкультурного образования и понятия об этих мышцах, вообще что-то, да? Зачем это комментировать? Я вообще не могу понять и рассуждать об этом. Просто не пойму. О каких-то травмах, ещё о чём-то рассуждать. Кажется, все дети разные, все дети по-разному, конечно. У кого-то легче, у кого-то сложнее. Если у тебя ребёнок полегче, ты его вытащил практически, да? Это не значит, что я этим не занимаюсь ничем и тупо ломаю своего ребёнка. Мы тоже занимаемся, мы тоже делаем, но, опять же, повторюсь, то же самое, даже как и при условии инсульта. Кто-то выскакивает, а кто-то остаётся. Кто-то на следующий день или через несколько часов тут же умирает. Это зависит от человека, зависит от его компенсаторных возможностей мозга, от сложности ситуации, от кровоизлияния, где оно произошло, куда произошло, да, какие были вовремя произведены, не вовремя произведены, какие-то медицинская помощь оказана. При инсульте тоже, если это всё вовремя оказывается, то происходит, человек восстанавливается, встаёт и ходит дальше, и разговаривает. Если это всё не вовремя или не успели, то человек может остаться глубоким инвалидом или же вообще распрощаться жизнью до летального исхода. То же самое с нашими детками. Как бы у каждого себя путь у ребёнка. Если я занимаюсь этим человеком, я знаю, знаете, как бы, да, что мы делаем. Если я доверяю, если я два года уже там сижу, значит, я доверяю настолько и понимаю. И, кстати, мы делали, уже делали рентген тазобедренного, у нас лучше стало. Вот, и я уже ставила в блоках. Я не знаю, не поставлю. Мы делали ключицу, проверяли. Да, мы сколиоз, кстати, привод. Яр, сейчас. Ярику надо заниматься, а я опять болтаю. Мы, Ярослава, проверяли всё на сколиоз. Не то, что на сколиоз. Когда мы сделали ключицу, там заодно был весь позвоночник. Кстати, наш ортопед, он сказал, что вообще у Ярослава исключительно у него всё чисто правильно, хорошо с позвоночником. И у него уже нет перекоса бедра, короче говоря. И со сколиозом у нас, то есть, абсолютно ровный позвоночник. И ключица на месте, ничего нету, ни вывихов, ни подвывихов, ничего. Я так думаю, что это много что значит. Если бы это было всё неправильное упражнение, или эти упражнения каким-то образом завредили, или это ходьба была бы, ну, каким-то образом бы вредна, у нас показало бы на рентгене изменения, какие-то патологические изменения в суставах у Ярослава, в суставах рук, в суставах ног, в суставах ног у Ярослава намного вообще улучшились. Но руки у нас сложнее, поэтому там, ну, опять же, я отдельно сниму видео по нашим грудной клетке, по нашей спине, быстрее всего объясню. Просто это не сейчас. Просто я дала сейчас Ярику немножко передышку, пока он передохнул, пока переворачивался. Но парень перевернулся, и мы делаем палку дальше. Вот это не бла-бла-бла, вот Ярик перевернулся, вот он лежит, вытянулся, он перевернулся с живота, с живота на спину, вот так вот он в четырёх пакетах. Просто ради прикола, если у кого есть, тогда закройте себе руки и ноги, и попробуйте вообще сделать переворот сами, своим телом, вот имея четыре таких зафиксированные конечности. Вы поймёте вообще, что это значит, что это значит для Ярослава, как бы, да, в его системе. Ну, а мы давайте мы дальше, потому что Яр пока немножко передохнул, ну, я болтала, вот, я не знаю, я там записывала, потом писала, заключилась периодически у меня. Ну, да, вот не такая, я прям тихая, не такая, я спокойна, у меня всё через гу и гай, ну, потому что жизнь такая, у меня нет времени болтать, нет времени разбалтываться, нет времени сидеть, отдыхать часами, нет времени на часовые косметические процедуры. Что есть, то есть, какая есть, такая есть, уж извините. Я очень часто это анализировала, эту тему и эти вопросы, живи для себя, в чём заключается жизнь для себя. Мне кажется, когда мы рожаем детей, мы уже живём не для себя. Мы для чего-то их рожаем. Мы для чего-то меняем свою жизнь в другую сторону. Для себя это, когда нет ни детей, ни замужества. Ты живёшь тогда, вот, ты живёшь реально для себя. В своё удовольствие наслаждаясь своей жизнью. Садила переодеваться, пока татара снимать. Старшая дома, но старшая никак не акклиматизирует. Всё быстрее. Если честно, если спрашивать, кто, как нет, то всё спрашивают, ну, как Ярик, как Ярик, как Ярик. Честно, Ярик достаточно быстро акклиматизировался, немножко, конечно, поскандалил первые сутки, и папа сказал, что всё, ну, мы с тобой, типа, мне не нужно вот такие Ляли непонятные. И Ярик как-то адаптировался. Он же занимается, тренируется, всё выполняет. Ну, а старшая, старшая пока ей сложнее оказалась. Она привыкла отдыхать одна. Целыми днями отец на работе. Даже, ну, да, он больше всего времени был сутками на работе, приходил, спал, и вечером опять уходил. Вот так вот, да, как бы. Закончилось приеме память москва, ждало время, это вот место в телефоне, потому что я периодически скидывала. Информации много, съёмок тоже много, потому что всё равно это всё интересно. Стараюсь снимать. Плохо, хорошо, плохие занятия, хорошие. Но потом, когда ты смотришь, пересматриваешь, ты поднимаешь, здесь, поскольку планка вообще поднимается, своя, потому что ты понимаешь объём работы. Когда ты работаешь над этим, может, что-то, кто-то скажет, вообще за два месяца ничего не изменилось. Я как не ходила, так он и не пошёл. Но объём, объём движения, объём информации, объём изменений, когда колоссально видно, когда ты начинаешь просматривать что-то своё прошлое, и ты понимаешь, насколько даже была разница между тем, кем он был и кем он стал эти два месяца. В целом эти два месяца он вообще очень сильно изменился. Это я тоже, наверное, всё равно это отдельно. Это не такая тема для разговора, чтобы вот так вот по дороге просто рассказать. Хочется сесть, это всё спокойно рассказать, конечно. Но когда это будет возможность нашей спокойной общения, вечером тоже, ночью, например, не получает даже самые стримы или прямой эфир, потому что когда я распит, я уже сильно нигде не общаюсь. У нас даже телевизор, честно говоря, не работает в этой комнате. Вот так. У нас 6 часов, я приготовила супчик вот такой, Яське. Здесь не смотрите, эта посуда помыла. Рис, паштет. Погода. В общем-то не видно, сейчас скажу, сколько. Показывает 30 градусов, там что-то как-то ветер. Стирается машинка стиральная у меня, а мы с Яськой бежим ходить. Сегодня чуть сложнее. Сегодня без папы, поэтому мне придётся взять, может, так, на смену всякой штаны и кофточку, может, просто тёплая, чтобы немножко приодеть, если что, его потом на обратный путь. Сама собой. Мы выдвинулись в направлении парка Циолковского. Сейчас я раз листики хочу. Сейчас я раз достану, что они будут. Я бы пока рвать так. Но я ему даю кусочек, например, веточки, и он её срывает, листики рвёт. И вот так вот их одной рукой держит, второй, типа, рвёт. Ну, как бы... В общем... Не получается пока у нас... Что хочу сказать? Как-то хочется стабилизировать уже ситуацию, чтобы, например, время было... Сейчас я рады не такие получше, потому что здесь они курят все. Бедное дерево здесь. Стабилизировать наше занятие пока не получается. Всего 3-4, сколько дней мы? Ну, мы 17-го, если почитать, что вечером уже приехали. 18-15-20-е. Сегодня четвёртый день. Сейчас, Яра, сейчас. Мы сегодня четвёртый день. И получается... Конечно, очень хочется, но, сами понимаете, два месяца у меня не было дома. Квартира старости пока была. Школа, занятия, экзамены. Естественно, никто ничем не занимался. Папа у нас был постоянно на работе. Поэтому сейчас надо привести в порядок сначала жильё. Иногда такое бывает. Вот рука прям сводит и всё. Свёл руку. Не знаю, Толя. Но сегодня мы уже занимались. Сегодня я уже стала делать базовую. Сегодня мы пока ходили. Много ходили, но, видимо, без вот этого перекида плеча. Поэтому то у нас немножко опять поднарос. Но сегодня мы отжимались просто. Отжимались в планке. Пока ещё, правда, без... Ну, не подключали ещё пока отжимы с вертиной, ну, с шведской стенкой. Ну, я тогда мы к этому тоже подойдём. И, короче, к чему я начинала, начала говорить, что я никак не хочу так вот отформатировать. То есть как бы утром встали, тренировка, позавтракали, массаж лица, массаж рук. Пошли, походили, пришли, пообедали, чуть-чуть отдохнули, позанимались, сделали уроки. И вечером вторая прогулка. Это моё. То есть мои такие планы. Но пока они никак не осуществятся, потому что ещё есть квартира, которую надо встал и убрал, приготовил. Где-то посыду помыл, где-то постирал. Отец не всегда помогает, очень помогает. Я ничего не могу сказать, но он не всегда дома. Ну, а старший ребёнок пока у нас немножко быкует. То она вроде помогает, то она не помогает. То есть это бывает как бы больше разово, чем постоянно. То есть иногда она помогает нормально, но часто она... Пока только вот у неё с 20-го были экзамены закончились, с вами первый день, мог бы отойдёт, придёт в норму и будет уже опять. И вот пока... Пока нет, пока я сама. Получусь. Сегодня получилось, поэтому надо было приготовить обед и ужин. Андрей придут уже вечером. Тоже кормить, надо кушать. Ярослав чтоб поел, потому что у нас получилось, что мы очень опять как-то получается мало кушаем, редко. И мне это не нравится. Я хочу, чтобы всё-таки у него была система в еде, чтобы он нормально питался, да, как бы... Как и всегда, как и до этого он питался, чтобы так же у него с питанием. В принципе, ничего не менялось. Но пока, получается, всего три раза в день. Ну, посмотрим. Вот. То есть как бы много ещё есть чего под корректировку надо сделать. Конечно. Ну и, конечно, по планам. Планов тоже очень. Мы должны с Фессом нашим посогласовать кое-какие дела. Надо ехать в Москву с эгэмониторингом. Надо искать сейчас ходунки. Подбирать, найти, купить. Или договорить, решать, чтобы... Что? Всё сорвало хорошо сейчас. Сдавать на компенсацию возврат за обувь. Потом решать со школой. Со школой тоже надо уже решать. Всё-таки проходить комиссию. А там дальше будет видно. Поэтому всё-таки надо тоже ехать в комиссию. Подавать документы. Созвать на учёт. Не знаю. Психиатр. В общем, дело... Честно говоря, больше, чем хотелось бы, конечно... Чтобы была возможность просто заниматься нормально. Ещё по-хорошему мне надо лекарствами. Потому что прошло полгода мы отказались от препаратов. То есть от денег, от компенсации. Нам выдавали. Но нам их так и не выдают. Как не выдавали, так и не выдают. Надо как-то тоже начинать искать выходы. И начинать решать вопрос с получением бесплатных препаратов. Всё, Яра готов. Песня включена? Да, сейчас мы будем ходить по лестнице пока. Здесь более-менее удобно. И солнышко. Потому что ветерок чуть немножко прохладный. Но место встречи изменить нельзя. Фотоотчёт. Мы на вершине. Покорили сегодня. Да? Мы на площадке. Теперь идём вниз. Держись. Ставь ногу. Ты ногу не поставил, Яр. Нет, ошибка. Ногу не поставил. Давай. Разновесие. Встал. Руку. Спыль шаг. Нет, опять отсутствую руку. Ирина. Это тихо. Быстро. Это тихо. Это тихо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это просто отдельно. Сейчас немножко на эмоциях не хочется. Когда люди, вы просто иногда пишите. Я понимаю на общем уровне видеоблогеров, которых вы смотрите. Понятно, что мой контент намного отличается, но я никогда не смогу. Я мог быть, конечно, если только никогда не говорю никогда, мог быть только в силу своего здоровья. Если я не смогу заниматься Ярославом, тогда я только не буду им заниматься. Или у меня вообще не будет денег. Я, может быть, вообще тогда никуда не поеду и буду, может быть, как-то сама заниматься. Но пока у меня есть сил, я буду вытягивать, потому что вы даже сами не представляете, что такое ДЦП. Наверное, когда мышцы, если с ними не заниматься, то мышцы еще хуже будут, в худшем состоянии. Наша мышечная масса не растет совсем по другим причинам. И сейчас я это объяснять не собираюсь. Я, может быть, если это будет просто отдельно, потому что надо сейчас кушать, ужинать. Это просто блоги. Это не тематические какие-то фильмы. Это его о жизни. О его жизни, ежедневных занятиях, ежедневных тренировок. И много ребят, которые с нами так же занимаются, так же питаются, так же тренируются. Здесь нет ничего такого сверхчеловеческого. А то, что, может быть, вы смотрите другой совсем контент, там, где родители не занимаются и как-то себя оправдывают тем, что сил нету, еще чего-то, еще как-то там, знаете, вот сложно, все тяжело, им так нетрудно или так непонятно. Это совсем другое. Я уже об эту тему, мы уже поднимали. Мы эту тему уже обсуждали по поводу жизни для себя или ради детей. И это не нужно иметь для этого ДЦПшника или кого-то, чтобы, как бы, сказать, что ты живешь для ребенка или ты живешь не для ребенка. Лучше бы эти комментарии не открывали, потому что, ну, вообще, ну, ни о чем. Ни о чем. Лучше вообще не пишите, ребята, вообще не пишите, чем писать, вообще непонятно что, не понимая, о чем вообще вы пишете и для чего вы это пишете. Не нравится, не смотрите. Не заходите, просто не смотрите и все. Я так считаю. Да перед кем не оправдывать честь, о чем сожалеть? Если так уже прошла, если все не стереть... Субтитры создавал DimaTorzok